Вторая часть Экклезия Семпер Реформанда, 26 июля. Аллилуйя! Слава Богу! Вторая часть семинара, которую назвал я сегодня Экклезия Семпер Реформанда. Церковь непрестанно, церковь всегда реформируется. Сегодня 26 июля, и я этот семинар посвящаю памяти одного великого мужа Божьего. Это Александр Вединский, митрополит Александр Вединский. Он был первопроходцем, это один из первопроходцев православного обновленческого движения, реформаторского движения. Слава Богу! Так что вот так, друзья. И приветствую, кто подключается. Трансляция идет на Ютубе и на Фейсбуке. Надеюсь, сейчас вторая часть не будет прерываться, как первая. Вот, и друзья, приветствую всех вас. Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, и ни в ком другом нет спасения. Друзья, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены, которым спасаемся. И 26 июля в календаре Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, архиепископом которой я являюсь, отмечается память святителя Александра Вединского. Александр Венинский. Я даже вот зачитывал в конце первой части слова его. Евангелие не говорит только, он писал, о горних высотах. Оно пришло небо опустить до земли и землю возвысить до небес. Новая жизнь загорается. Пасха у нас в душе. Церковь воскреснет. Христос воскрес. Аминь. Потому что, да, воистину воскрес. Потому что Христос воскрес, и потому Церковь воскреснет. И вот начало этого третьего дня, вот до начала третьего тысячелетия, мы можем констатировать факт, что действительно Церковь переживает силу воскресения. Небывалую, неслыханную доселе силу воскресения. Вот. И что Церковь всегда реформируется. Экклезия семпер реформанда. Эти слова принадлежат еще одному из святителей древности. В третьем столетии, да, еще в третьем веке нашей эры, Церкви Христовой, нашей с вами Церкви, да, Церкви Иисуса Христа, было всего лишь 200 лет еще от роду. Вот. Не два тысячелетия, как сейчас, да, допустим, да, а всего лишь 200 лет. Вот. И один из лидеров тогда христианства, лидер североафриканского христианства, по крайней мере, точно, это Кибриан, архиепископ Карфагенский. Кибриан Карфагенский. Да, это третье столетие, в то время еще потехи ради в Риме, ну и в других городах, конечно. Христиан бросали ко львам на растерзание, вот, распинали, убивали. Церковь переживала время от времени, в то время, очень такие массированные гонения. Вот. И, знаете, но в то время прозвучала вот подобная мысль, да. Роман пишет «Слава Иисуса Христа». «Витаю, пастор Сергий, да, вас тоже витаю, слава Богу, аллилуйя». И церковь непрестанно реформируется, говорил Кибриан Карфагенский. То есть церковь, если не реформируется, то она деформируется. Ну, диалектика, господа. Все течет, все изменяется. Нет ничего статичного в этом тварном земном мире, отпадшем от Бога, нет ничего постоянного, такого вечного. Здесь только мы имеем в себе осколки вечности этой, дух, душу. И, знаете, в этом тварном мире, в физическом мире, все течет, все изменяется. Вот. И или реформируется, или деформируется. Или к Богу, или от Бога. Другого нет пути. Невозможно статично. Вот. Как вот некоторые представляют себе, допустим, что-то, чего-то достиг, и все. И почивай на лаврах. Знаете, как вот тот безумный богач, который замышлял подобное сделать, он сделал там расширить свои житницы, закрома все, собрать весь урожай, все добро свое на многие годы, и сказать, ну, вот душа моя, все, почивай теперь на лаврах, да. Ешь, пей, веселись. У тебя есть на многие годы вперед все. И божеский ответ с неба ему был таков. О, безумец. Всю ночь заберется твой дух. Кому это все достанется вообще? Да и вообще, оно тебе надо. Вот так вот счастье свое, казалось бы, строить без Бога. И поэтому так бывает с теми, кто не в Бога богатеет, кто мыслит о земном, кто осуетился в умствованиях своих, омрачилось еще несмысленное сердце. Вот. И знаете, друзья, но мы, дети Божьи, о горнем помышляем, а не о земном взираем на Христа, взираем на Господа, начальника веры, совершителя веры, Иисуса Христа. Слава Богу. И в этом наша постоянная реформация, постоянное движение. Кто во Христе, у того постоянное обновление, постоянная реформация. Реформация, обновление, реформация, обновление. Вот это как вот наподобие, ну, андроид, допустим, сейчас вот с которого трансляция идет, да, там, значит, время от времени такое сообщение, обновить, обновить все. Даже потом, значит, когда много обновлений, там, перезапустить вообще. Хорошо, перезапускают. Ну, на самом деле, вроде лучше работает. Какие-то программы, какие-то там, получают дополнительные какие-то обновления. И если мы имеем связь, как вот здесь вот Wi-Fi, допустим, да, интернет вообще, интернет. Если мы имеем, как вот гаджет сам по себе, без связи, да, со всемирной паутиной, как говорится, ну, несчастный гаджет, будем так говорить. Ему нужно постоянное обновление. Обновление этих программ, да, совершенствование, что-то новое. И мы же не можем там одну газету купить, допустим, и читать ее, значит, ее десятилетиями. Значит, да, допустим, или одну. Нет, мы обновляемся, информация обновляется. Вот, небесная информация, о, там, там постоянная реформация. На небесах постоянная реформация. Кому не нравится реформация, кому нравится деформация, тот выбирает ад, конечно. В аду деформация, а в раю всегда реформация. Патрук... Здравствуйте, пишет. Патрукай, да, если правильно прочитал я. Имя такое интересное. Ладно. Вот, благоставляю всех вас, всех, кто слушает, сейчас подключился на Фейсбуке и на Ютубе. Ну, и все пишется на видео, поэтому, на камеру. Поэтому, если даже и перерывы какие-то есть, значит, перебои с интернетом, то, значит, потом записи будет все выставлено. Так вот, сегодняшний семинар, сегодняшние три части, сейчас уже вторая часть, дамы и господа. Вторая часть семинара. Экклезия Сэмпора Рефоманда. Церковь непрестанно реформируется. Вот, этот семинар я посвящаю блаженной памяти святителя Александра Веденского, чью память сегодня мы празднуем. Вообще-то, сегодня его день кончины. Вот, как бы, он ушел на небеса сегодня, да, и сегодня его день памяти. Вот, поэтому, скажу так, есть о чем поразмыслить нам сегодня. Максим подключился, Абрамов, добрый день, да, приветствую вас тоже, добрый день, слава Богу. Вот, братья, благоставение Господне, всех вам. Вот, и говорю сегодня о реформации и деформации. О реформации и деформации. Сегодня мы живем в эпоху третьего храма. Самого величественного в истории человечества храма, который созидается из живых камней. Скини Давидова падшая восстанавливается. Третий храм созидается, слава Богу, из живых камней. Первый, ну, был передвижной храм, будем так говорить, да, вот, но потом был построен каменный храм Соломоном. Было построено все это, царь Шлома построил. Все было прекрасно. Но затем по грехам нашим этот храм был разрушен. Вот как раз в эти дни мы вспоминали как раз вот эти трагедии. Вот, и меж теснин, я семинар даже проводил такой, кому интересно, можете посмотреть в записи, есть на ютубе уже. Так вот, и, значит, потом было возвращение, покаяние, тшува, да, тшува, или по-гречески метаноия. Так вот, и, значит, слава Богу, второй храм созидался. Второй храм созидался, и его создали. Вот, и потом пришел Машеах. Пришел Христос, помазанник. Вот, пришел к своим. Они не приняли, но не все, правда, тем, которые приняли, он дал власть быть чадами Божьими, которые родились не просто от своих еврейских мам и пап, не просто были кошерными иудеями, а стали новым творением во Христе Иисусе, новым человечеством, начатком нового человечества, от первого Адама идущего, началом строения нового храма. И апостол Павел написал Коринфянам, 1 Коринфянам 3,16, дамы и господа, братья и сестры, 1 Коринфянам 3,16 написано, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Храм Божий. Да, я знаю, скажи это. Если ты верующий, если христианин, скажи, да, я знаю это. Я храм Божий, и Дух Божий живет во мне. И действительно, от церковь Нового Завета столб и утверждение истины, это сооружение, не имеющее аналогов. Есть прототипы, есть, как бы, значит, будем так говорить, прообразы, ну, та же самая Скиния я назвал, да, и первый храм, и второй храм, это были, как бы, прообразы лишь этого храма, настоящего истинного храма, который созидается уже два тысячелетия. Стройка тысячелетий, дамы и господа, братья и сестры, стройка тысячелетий, и работа на строительной площадке кипит вовсю, ныне кипит вовсю эта работа. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Одно основание – Иисус Христос. И на этом основании, на основании апостолов, пророков, то есть такие фундаменты, все очень такие массивные камни стоят, а потом написано, все здание – это здание, храм Божий, храм Божий – это живые души, живые камни, из которых созидается вот уже два тысячелетия, этот храм, третий храм. Так что, дамы и господа, некоторые пугаются, вот третий храм, там антихрист, значит, вот имеет, думают, вот сейчас в Иерусалиме физически третий храм построен, там восядет антихрист. Есть такие эквизиологические, такие представления у многих христиан, но на самом деле храм Божий, святой в Господе – это ныне третий храм, это храм Нового Завета. И антихрист – это дух антихриста, уже в церкви действующей, действительно. И вот на протяжении двух тысячелетий, вот такие, как Диатреп, значит, будем так говорить, да, всякие волки в овечьих шкурках, вот действительно, и сорняки всевозможные, как Иисус и говорил, Иисус предупреждал, Иисус говорил ученикам своим о царстве своем, то есть о церкви своей, об этом третьем храме, Он говорил, что не только хорошее семя будет посеяно на огороде, да, Бог посеял только хорошее, Он только хорошее сажает, зачем Ему на огороде сорняки сажать? Нет, Он хорошее только семя сеет. Но проспали потом, прошляпили, проспали те, кто должны были бодрствовать, к сожалению, и что пришел враг, который, что посеял свои семена, вот так вот, в святое место пусто не бывает, и посеяв свои семена, сорняки всевозможные полезли. Вот и, к сожалению, еще во времена упомянутого сегодня уже как раз, вот, значит, Киприана Карфагенского, это все было, Роман пишет, вот, возможно ли, что это мы третий храм, то есть церковь, ну, а я о чем вам и говорю, собственно, это однозначно, это 100%, даже 101%. Другого храма Божьего нет уже, все. Первый, я вам объяснял, что первый храм, это, ну, передвижной, скиния, это самый прообраз, это зачаточное еще состояние этого проекта. Потом Соломон построил второй храм, первый храм уже каменный, уже основательный, вот, потом было разрушение по грехам нашим этого храма, потом началось строительство, воссоздание, мы называем это вторым храмом, вот, в период второго храма пришел Машех, пришел Христос, и он сказал, к сожалению, вот, его не приняли, большая часть религиозных вождей и современников его, народа его, народа Божьего, к сожалению, была, большая часть народа Божьего была, к сожалению, в ожесточении, вот, и, что произошло, он сказал, что камня на камне не останется, все будет разрушено, и, действительно, через 40 лет после того, как Мессия сказал это, Машех провозгласил это слово свыше, вот, от Бога, и через 40 лет, ровно через 40 лет, этот храм был разрушен, действительно, на самом деле, и, есть тому косвенные, интересные исторические подтверждения, что, действительно, последних 40 лет жертва, жертва не принималась Всевышним Богом в этом храме, то есть, священники по-прежнему пытались совершать эти богослужения свои, уже никому не нужные, абсолютно никому не нужные, потом, ни Богу, никому, потому что, уже совершилось, Агнец Божий воскликнул, умирая на кресте, Машеах сказал, совершилось, совершилось, то бишь, искупление рода человеческого, совершилось наше спасение, вот, я читал эти местописания, местописания в первой части, 2 Коринфянам 5,19, Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения, 2 Коринфянам 5,19, еще раз, Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения, Аллилуйя, Аминь. И действительно, и апостол Павел местописание уже назвал, что разве не знаете, он сказал, что вы храм Божий, третий храм стал созидаться тогда еще, дамы и господа, и сегодня, действительно, скажу так, третий храм, вот, спустя два тысячелетия, вот этого строительства, без малого, что можно сказать, что можно констатировать, что этот храм, третий храм, исполнялись, и исполняются, ну, буквально, все слова Иисуса Христа, вообще все, он, как говорится, как в воду глядел, но на самом-то деле, конечно, говорил от Бога, говорил от Духа Святаго, пророчествием, и он говорил о Царстве Своем, и действительно, не только хорошее семя на огороде Царства Божьего стало расти, но и много сорняков было посеяно, и не вот, сети евангельские, не только хорошую рыбу достал из воды, но также много и негодной рыбы попало в эти сети, евангельские, но потом будет и, собственно, значит, перебор, отбор, Ольга пишет, но это уже в другой сети, это уже на Фейсбуке пишет сестра, Ольга Асотова пишет, а евреи собираются отстраивать третий храм, говорят, что уже у них все готово, золото, ковчег, говорят, говорят, конечно, да, все у них есть, но, знаете ли, ничего не получится, сто процентов, ничего не получится, и, хотя говорят так, что если долго мучиться, хоть, хоть что-нибудь да получится, Конечно, хоть что-нибудь получится. Но на самом-то деле, я скажу это и как еврей, и скажу это как христианин, как мессианский верующий, как православный священнослужитель, как человек, изучающий Писание уже порядка 40 лет и проповедующий Слово Божье. Я скажу следующее, что третий храм, он уже строится. Так что те евреи, неевреи, что собираются строить третий храм, вот такой физически, там на Сеоне, там в Иерусалиме, в Иерусалиме, опоздали, господа. Да и в принципе дело безнадежное. Потому что, знаете, в Талмуде говорится, откроем мысль Талмуд, есть раздел, ну вообще в Талмуде много очень интересных таких мест. Я изучаю, конечно же, потому что я преподаю еще и сравнительные богословия, христианство, ислам, иудаизм, поэтому я и Коран изучаю, и хадисы, и изучаю, значит, исламские источники, изучаю иудейские источники, изучаю христианские источники различные, католические, православные. Ну, православные, сам Бог велел, как говорится, расправославный, священнослужитель. Протестантские различные источники изучаю, сравниваю, и, в общем-то, очень интересная тема, сравнительное богословие. Но в разных библейских школах я уже бывал, и в институтах, и в колледжах с этой темой. Так вот, и изучая Талмуд, вавилонский, иерусалимский Талмуд, очень интересное чтение. Мессианские раввины, в частности, вот об этом говорил уже не раз и Леон Мазин в Израиле, да, значит, здесь у нас в Киеве, ну, Борис Саулыч Грисенко, это киевская еврейская мессианская община, самая крупная в Европе вообще мессианская еврейская община. Вот, учитель высшего полета, вот, значит, много разных учителей мессианских, десятки мессианских учителей я слушаю, значит, известных и малоизвестных, вот, с превеликим удовольствием слушаю. Так вот, мессианские многие учителя, еврейские мессианские служители раввины, констатируют интересный факт, вот, для Ольги, я думаю, будет очень интересно это узнать также. И для тех, кто сейчас подключился на Фейсбуке, на Ютубе, и тех, кто в записи будет смотреть, что, значит, в Талмуде десятки есть косвенных свидетельств правдивости Евангелий и личности Ишуа как Машиаха, Иисуса как настоящего Христа, Сына Бога Живагот. Удивительные вещи. Многие, значит, ортодоксальные, я общаюсь и с ортодоксальными, не мессианскими, ортодоксальными раввинами, тем более некоторые мои друзья, с кем мы когда-то раньше начинали свое служение, уже больше 30 лет назад начинали в православии служение вместе, пошли по другой стезе, именно по иудейской стезе и стали некоторыми раввинами служителями в такой ортодоксальной синагоге, служат, значит, и я имею общение с ними как со своими старыми друзьями, тем более один из них был даже и подиаконом, вот, значит, и чтецом, и подиаконом, я тоже был и подиаконом, и чтецом, но он чуть раньше начинал свое служение. Вот, значит, и знаете, интересные вещи можно из Талмуда узнать и из других еврейских источников, что однозначно, Талмуд говорит нам, однозначно, 100% в десятках мест, что последних 40 лет перед тем, как храм был разрушен в 70-м году нашей эры, в христианском исчислении новой эры, так вот, последних 40 лет в храме жертвы Богом не принимались, не принимались. Этому есть очень разные свидетельства, исторические свидетельства, талмудические свидетельства, самое потрясающее свидетельство, но более подробно в семинарах я это рассказываю по истории христианства, значит, в разделе Йома, Йом Ха Кипурим, день покрытия, день искупления, судный день еще в русском переводе обычно так переводят, судный день, Йом Кипур или Йом Ха Кипурим, так вот, день покрытия грехов, И среди прочего есть интересное свидетельство. Там говорится, что при некоем Шимоне Цадике, ну праведник Симон, скорее всего это тот самый Симеон, богоприимец мы его называем в православии, который принял младенца Иешуа на руки и благословил Бога и сказал, ныне отпускаешь меня, владыка, по слову твоему с миром. Видели очи мои, спасение твое, которое ты приготовил пред отцом всех людей, свет для просвещения всех народов и слава народа твоего Израиля. Он благословил эту семью и увидел в маленьком совершенно еще младенчике Иешуа, увидел Машеха. Это было потрясающее откровение, потрясающее слово. И в Талмуде говорится, что при некоем Шимоне Цадике 40 лет подряд лоскуты становились белоснежными, пропитанной кровью. Священники брали, вкратце расскажу, пропитывали лоскуты материи белоснежной, значит, и нити, пропитывали кровью ритуально обескровленного козленочка, вот, значит, и той самой кровью, с которой первосвященник великий, он заходил во святое святых, Кадош Кадошем, Иерусалимского храма, и окроплял все. Так вот, и этой кровью пропитывались предварительно лоскуты эти белоснежные, и они становились кровавыми, красные флажки, красные знамена, да, это знак в храме, это означало знак непрощения, а белый означало прощение. И вот, значит, и эти лоскуты привязывались в храме, и смотрели за ними священники, наблюдали. Если во время вот этого самого главного действия ритуального, жертвы всех жертв года на Йом-Кипур, если лоскуты вдруг снова превращались в белоснежные, выбеляли сверхъестественно, то священники констатировали факт этот и признавали, что Бог принял жертву своего народа. Они брали за основу, значит, из книги пророка Исаии, который пророчествовал, что если грехи ваши будут как багряны, он говорит, как волну белю. В буквальном синодальный перевод он очень смягчает многие эти вещи, обороты еврейские, очень резкие такие. В буквальном оригинальном тексте там говорится еврейском, что если грехи ваши будут как пропитанной кровью тряпка, я сделаю ее белоснежной, так как никто не может убелить ее в жизни на этой земле. И удивительное чудо совершалось, 40 лет подряд при Ашимане Цадике, в Талмуде говорится, лоскуты на Йом-Кипур, становились белоснежными вдруг, как на земле не может быть белоснежно, выбелить белищик так не может выбелить. Вот такими белоснежными-белоснежными становились, а до того они были полностью пропитаны этой кровью. Удивительно. Потом говорится дальше так, в том же разделе Йома. Затем 40 лет было неопределенности, временами да, временами нет. То есть разные есть переводы талмудических текстов. Значит, есть мнение, что имеется в виду здесь следующее, что не полностью белое, а пятнами, знаете ли, пятнами были. Или же буквально можно понять так, что некоторые годы становилось белоснежным все-таки, а некоторые годы оставалось кровавым. Ну, как ни понимаете, все равно. И так вот так, в принципе, допустимо, согласно тексту, оригинальному еврейскому тексту. Но, дамы и господа, братья и сестры, дальше самое интересное. Но затем говорится, что последних 40 лет никогда эти лоскуты не становились белоснежными. Они всегда оставались кровавыми. Или там в другом переводе Иерусалимского талмуда, что они без всякого пятна, без пятнышка, они такими же кровавыми оставались весь этот день. И священники, что делали? Они вынуждены, последних 40 лет, обращаясь к Израилю и ко всем боящимся Бога со всех народов, они выходили и объявляли очень печальную новость, что нет, и в этом году Бог не принял жертву своего народа. Остается еще нам каяться, молиться, каяться и молиться. До следующего года, в следующем году опять Бог не принимает. Итак, 40 лет подряд, последних 40 лет, храм был разрушен в 70-м году нашей эры, во время войны. Римскими оккупантами это было злодеяние совершено. Но, дамы и господа, братья и сестры, от 70-го года отнимаем 40 лет, получаем, что мы? 30-й год нашей эры, как раз год страдания Машиаха, год распятия Иисуса Христа. Потому что его Рождество, ну, в христианской языческой традиции считается, что он родился 2018 лет тому назад. Значит, ну, это, будем так говорить, не заблуждение не евреев, это языческое очень большое заблуждение. Потому что, ну, как сказать, ладно, расскажу, уж начал. Дело в том, что, значит, первые столетия, первые столетия такого праздника, как вот Рождество Христово, как вот сегодня мы празднуем, да, вот в христианстве католическом, православном, протестантском, его просто-напросто не было вообще. То есть, первых 300, даже 400 лет порой, в разных церквях, в разных регионах по-разному, но первых 300 лет точно никому даже в голову не приходило из христиан, ни епископов, ни священников, ни просто, ну, верующих рядовых, праздновать каким-то отдельным праздником именно день рождения Иисуса Христа по плоти. То есть, никому даже в голову такое не приходило вообще. Вот, значит, людям вот так вот вполне хватало библейских праздников, тех, что Бог дал нам. Вот, значит, и, в общем-то, там не так густо, конечно, но зато это божьи праздники, как бы и все. Но затем с Константина Великого политика антисемитизма, она приняла очень радикальные такие формы, а еще большие формы радикальные антисемитские, эта политика византийская, греко-римская, приобрела при преемниках Константина, при его детях и его преемниках. Так вот, и в этот момент как раз вот было смешание церкви с государством. Цезарь-паппизм, так называемая церковь, легла под государство. Из невесты Иисуса Христа делали проститутку-блудницу Вавилонскую. Значит, и цари земные блудодействовали с церковью. И был политический заказ, ярко выраженный политический заказ на смешание христианства с язычеством. То есть, сильные века сего, будем так говорить, хотели увидеть в христианстве о государствленном, или о государствленном, извините, христианстве, хотели видеть как можно больше элементов традиционных греко-римских культов. И, в общем-то, Иисуса Христа, он слишком ярок был Иисус Христос для невозрожденных душ. Знаете ли, для этих, для маммоны, будем так говорить, слишком много было Христа. И поэтому задача была поставлена перед церковью, по сути, задача, которую церковь отрабатывала не одно столетие, Христа сделать все меньше и меньше, убрать его все дальше и дальше, убирать. Что и делалось не одно столетие подряд. В общем-то, процесс о государствлевания, это процесс смешания христианства с язычеством. И Христос все больше и больше уходил на задворки. Доминантой была уже его мама Мария, которую стали называть и Богородицей, и Царицей Небесной, и как только не называли вообще, всякими богохульными именами этими. Потому что это все имена языческих этих божеств до христианских культов. Более подробно я об этом рассказываю в семинарах о культе Богородицы и святых. Ничего общего с христианством это не имеет. То есть человек, который молится кому-то еще на стороне помимо Бога, на самом деле он имеет общение с бесами и ничего общего с христианством подобной практикой не имеет. Ни с теорией, ни с практическим христианством. Вот, также идолопоклонство. Изображения, кстати, изображения тогда же появились. Я имею изображения, такие как условно съедобные грибы. Можно, конечно, и помирить от этого, но держусь по милости Господней. Главное, не поклоняйтесь им и не служите им. Не верьте, что это может вас защитить, помочь вам как-то и прочее. Просто как картина, просто как изображение. Просто знаки моего служения, не больше. Это по лезвию бритвы я хожу. А обычно христианам я рекомендую. Вообще, оно вам надо. Лучше не иметь никаких изображений, ни икон, ни крестов, ничего. И не носите на себе крестов. Вообще, вам это не надо. Вот, если там служитель уже, ну, назвался груздем полезавку за Бог. Как вот, опять-таки, межтеснин. В семинаре я об этом говорил, в предыдущем семинаре межтеснин называется. Вот, хорошо, дамы и господа. И вот, и в этот момент как раз, я, извиняюсь, далеко очень ушел, конечно, от темы. Но, значит, ну, примеры такие довольно запоминаемые, думаю. Так вот, и в этот момент много разных праздников стали выдумывать. Поначалу выдумывали праздники церковные, которые имели какое-то основание в священных писаниях. В частности, вот, Рождество Христово, там, преображение Господнего будет, который, да, крещение Господне, там, ну, другие праздники. То есть, которые связаны с земной жизнью Иисуса Христа. Вот именно потом уже стали придумывать другие праздники. Уже более легендарные, которые имеют отношение уже к земной жизни, как бы, Марии, Матери Иисуса Христа, апостолов, там. А потом стали вообще откровенно культные праздники праздновать уже. Вот. То есть, процесс этот, как говорится, дальше влез. Чем дальше влез, тем больше, тем злее партизаны. Вот. И что произошло? Значит, общение с бесами, оно затягивалось все дальше и дальше и дальше. Вначале это казалось лишь игрой такой поверхностной, такой, ну, налет лишь бесовского общения. Значит, но, знаете ли, это болото стало затягивать историческое христианство. И ко времени начала Великой Реформации эпоха Великой Деформации была ужасной. Многовековая эпоха Великой Деформации, тело Иисуса Христа, метастазы греха распространились по всему телу. И казалось вообще все, смерть. Но, знаете ли, Господь воскрес Христос, и Церковь Его воскресла, имеет силу воскресения. Это и началась эпоха, пять столетий назад, постепенного восстановления Церкви. Реформация – это покаяние, исправление, восстановление Церкви. Но до сих пор метастазы греха не распространились. Порой они в такой уже форме, знаете, как рак, допустим, но форма уже такая, как бывает, злокачественная, доброкачественная. Многие проблемы христианства, допустим, тело Христа, они перешли из формы злокачественной в доброкачественную перешли. Но все равно являются проблемами. Вот к этим проблемам я отношу в том числе и многие другие праздники, откровенно оккультные праздники, сохранившиеся до сегодняшнего дня. Но есть такие безвредные, знаете, как вот грибы есть съедобные, да, есть опасные грибы, ядовитые. А есть условно съедобные, мы говорим. Вот я на примере грибов обычно как раз. У нас был дед один, сосед, значит, дед почти 100 лет прожил. Дед такой был еще тот. Мы его так, ну, дразнили, ну, взрослые его так дразнили, а мы дети только слушали так вот, как его называли. Боровик, дед Боровик. Он был на самом деле похож на гриб-боровик такой. В такой шапке ходил такой все время какой-то такой. Значит, и такая борода у него такая, ну, пузико. И он был похож на такой гриб. И он был грибником, старым грибником. То есть, вот, получается, это как начало 80-х годов было еще это. После Олимпиады, как раз, 80-го года в Москве мы были на Олимпиаде, вернулись. Вот как раз с этим дедом познакомились-то. Ему было тогда уже далеко за 90-е. Он еще был с 19-го столетия родом, дедушка этот. И всю жизнь он собирал грибы. Его все знали, вот именно как хорошего грибника. Многим он спас жизнь, значит, добрым своим советом. А знаете, какой он дал совет, когда мы собирались за грибами? Этот дед Боровик дал нам очень хороший совет. Запомните, самое первое, говорит, самое первое совет. Остальное можете забыть, но это не забывайте никогда. Если хотя бы есть немного сомнения, это съедобный, несъедобный, выброси. Себе же дороже будет, выброси. Я, говорит, так делал постоянно и дожил до 100 лет почти. Вот, и мы так делали. И по милости Господне живы. Хотя ели грибы все, но живы. Потому что собирали, многие травились, но дед Боровик нас спас в этом отношении. И вот я сегодня, как дед Боровик, тоже вам даю добрый совет грибника. Товарищи грибники, если сомневаетесь, лучше выбросите. Безопаснее доверять. Чему? Знаете, да? Божьему слову. Что сверх того, это уже условно съедобные грибы. А порой и откровенно ядовитые. В них трудно порой разобраться. Поэтому блажены те христиане, что доверяют Божьему слову, блаженослышащие слово Божье, Машиах так сказал, и исполняющие его. Это самые блаженные из блаженных. Это самые счастливчики из всех счастливчиков. Вообще. Эти люди, которые строят дом свой на камне драгоценном, но не просто вигвамы, шалашики и сено и соломы, как Павел говорит, да? Или дерево. Нет. И даже не золото и серебро. Нет. Из камней драгоценных, он говорит. Помните, да? Первое Коринфянам, 3 глава, 11 стихом там говорится, как он говорит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. А дальше он говорит в 12 стихе уже, да, 12 стих. Строят ли кто на этом основании из золота, серебра, камней драгоценных, дерево, сено, солома. Каждого дела обнаружится. Помните, да, это местописание? Потрясающе. То есть мы все строим. Вот те христиане в эти два тысячелетия, что веруют в Иисуса Христа и строят на основании слова его свое бытие, свою жизнь, свое служение, это самые счастливчики из счастливчиков. Они строят на драгоценном камне и из драгоценных камней, потому что потом огонь, написанный, испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. Но так, как будто бы из огня. А те, у кого выстоит, получат награду. Вот так вот, дамы и господа. Вот есть вещи, которые, золото, серебро, это переплавляемые. Это в процессе переплавки. По сути, мое служение, реформаторское православное, евангельское православное служение, оно очень мало имеет дело со строительными материалами, такими, как драгоценный камень. Большей частью я имею дело отношения с серебром и золотом. Переплавляемые постоянно, потому что очень много шелухи и, в общем-то, дело реформации очень неблагодарное. Знаете ли, у людей особенно, у Бога-то благодарно, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Потому что если бы я бы избрал строить свою жизнь чисто из драгоценных камней, на драгоценном камне, из драгоценных камней, то я бы это все снял быстро и больше не одевал никогда бы в жизни. И это никогда бы не вешал бы. И это никогда не ставил бы здесь. И это не носил бы никогда пока головной убор. Потому что все это элементы ритуального христианства. Никакого отношения к истинному христианству не имеющие. Как небо от земли. То есть это такое же христианство, как и я, балерина. Это никакое не христианство. Это как бы условно-съедобные грибы, а порой и ядовитые. Эти условно-съедобные грибы, знаете, да, им можно отравиться. Каким образом? Просто неправильно приготовить его. И все. Привет родителям. Знаете, друзья, дамы и господа, я, значит, скажу, что блажение, поэтому доверять Слову Божьему, исполнять его. И по поводу, значит, опять-таки, Рождества Христова праздника, допустим, это тоже условно-съедобный гриб. По сути, блажено те христиане, которые не празднуют Рождество Христово и ничего общего не имеют с другими праздниками, значит, христианства, исторического христианства. Потому что на самом деле эти праздники исторического христианства, это никакое не христианство. Это как бы около христианства, это условно-съедобные грибы, на самом деле никакого отношения к христианству не имеющее. Просто христианство – это Христос. Мы говорим «Христос», подразумеваем «Христианство». Мы говорим «Христианство», подразумеваем «Христос». Все. Так вот, и, ну, я так далеко зашел, извиняюсь, даже и все время уже проговорил об этом. Ну, ладно. Ну, я художник, извиняйте меня. Я не профессиональный лектор. Я художник, я творческий такой. Я с пятого на десятый порой прыгаю. Учусь, учусь. Ну, скажу так, что, значит, исторически, я же начал с Талмуда, значит, из того, что в 30-м году нашей эры совершилось все. Что совершилось? Наше спасение совершилось. Искупление рода человеческого. Новый Адам взошел на крест и пролил свою кровь за все человечество. Бог во Христе примирил с собой мир в 30-м году нашей эры. Потому что исторически Иисус родился и не в декабре, и не в январе, и не в 2018-м году назад, а раньше. Раньше. Более чем на три года ошибка произошла в средневековье, ранее в средневековье, когда высчитывали время рождения Иисуса Христа, когда бы он мог родиться, чтобы от этого отсчитывать начало, значит, новой эры. Вот так вот. То есть, третий-четвертый год, получается, до нашей эры. Это чем-то до нашей эры. И это месяц Чашри, по нашему исчислению, это сентябрь. В середине сентября. Праздник труб, да, Йом-труа. Это Йом-ки-пур. Это, значит, Нур-Шашана, Йом-ки-пур. Потом это Суккот. Суккот, да. Праздник кущей поставления. Во время этих празднеств как раз и появился на свет тот, кто есть действительно свет, просвещающий всякого человека, просвещающий всех и вся, приходящих в этот мир. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. В этом году мы будем, кстати, я приглашаю тоже, мы сделаем рождественское такое служение. Специально, как бы, чтобы провоцирующие к размышлению христианам с 9 на 10 сентября сделаем трансляцию такую. Я назвал это рождественское служение. Специально, чтобы, ну, заставить людей думать своей головой на эту тему как раз. Как раз будет праздник Йом-труа, праздник трубного зова, да. А в народной нашей традиции еврейской он называется Голова Года или Роша Шана. Шагана, Това, Шагана, Това. Знаете, да, песенку там, многие видели яблоки с медом, да, и прочее. Иисус это тоже кушал, конечно же, да. И тоже праздновал Новый год такой. От сотворения мира от Адама. Но, слава Богу, Иешуа стал новым Адамом. Нового человечества, родоначальником. Слава Христу. Аллилуйя. Да, друзья, благоставляю всех вас. Конец этой второй части. Значит, в 18.00 подключайтесь на третью часть этого семинара. Экклезия, Семпера, Реформанда. Церковь непрестанно реформируется. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светом лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.